МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12-километровая пробка на въезде в Сочи стала главной темой планерки главы города. На Мамайском перевале введен реверс. На улице Пластунской построят канализационный коллектор. Таким образом, более 80 домов забудут о неприятных запахах. Дмитрий Медведев высоко оценил благоустройство Краснодара. Премьер-министр вместе с губернатором Крайвинемином Кондратьевым накануне прошелся по центру кубанской столицы. Председателю правительства показали, сквер дружбы народов – это один из удачных примеров организации общественного пространства. Как отметил глава региона, сейчас по всей Кубани, даже в небольших станицах, активно создают зоны отдыха и новые парки. Программа «Комфортная среда» – это жизнь. Она стоит сколько угодно сегодня, 20 метров, но если не будет такой комфортной среды, жизнь там не поселится в этих районах. Поэтому, благодаря только этой программе федеральной, мы можем создать жизнь. Это очень важно и правильно. О том, какими должны быть города будущего, говорили уже на форуме «Городская среда», который открылся в Краснодаре. На четырех дискуссионных площадках обсуждали комфортные дворы, благоустройство парков, скверов, улиц и площадей в больших и малых городах. Участники обменивались мнениями, делились опытом и своими наработками. Также представили проект местных разработчиков заправки для электрокаров. Она полностью автономна и работает от солнечных батарей. Уже на пленарном заседании Дмитрий Медведев отметил, что «Городская среда» – это приоритетный партийный проект «Единой России». Сегодня в городах проживает более 70% населения нашей страны. Главная цель ведь – это действительно не квадратные метры, а жилье в комфортной современной среде, отвечающей условиям, подходам 21 века. Именно поэтому проект по формированию комфортной городской среды является важной частью стратегии пространственного развития, которую мы, кстати, сейчас готовим в рамках основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года. Значит, важно, чтобы эти изменения в городской среде не ограничивались одним годом. Поэтому я считаю, что средства на государственную поддержку благоустройства городской среды должны быть предусмотрены в нашем трехлетнем бюджете. О комплексном развитии городов неоднократно говорил губернатор Кубани. За последние два года в крае не было узаконено ни одного самостроя. Разрешения на строительство даются только при полном соответствии проекта правилам землепользования и застройки. В проекте дома должны быть предусмотрены детские спортивные площадки, парковка и зеленые зоны. В этом году на благоустройство территории Краснодарского края выделено более полутора миллиардов рублей. Участниками программы стали 22 муниципалитета. Краснодарский край намного раньше стал заниматься благоустройством общественных пространств, потому что Краснодарский край – это курортный регион, сюда едет практически вся Россия. Поэтому, что касается общественных пространств, то я думаю, что мы во многом опережаем многие регионы страны. Участие в конференции «Городская среда» приняли более тысячи человек из 85 субъектов страны. Елена Овсецна, телекомпания «ФКТ». Красный крест построит в Краснодарском крае ресурсный центр первой доврачебной помощи. Об этом сегодня стало известно на встрече губернатора и председателя российского отделения гуманитарной организации. Вениамин Кондратьев поблагодарил общественников за их работу. При помощи Красного креста на Кубани построили 11 офисов врачей общей практики. «Спасибо Российскому Красному кресту и нашему региональному отделению и вам лично за принципиальную позицию. Вы не просто выделяете денежные средства в случае чрезвычайной ситуации или просто жизненной ситуации. Вы принципиально следите и контролируете, чтобы деньги, которые с вами выделены, дошли до конкретного человека. Принципиально следите, это очень важно, что для вас не просто есть масса людей, которые пострадали, а в этой массе вы рассматриваете каждого человека и знаете персонально, что у него, какую он помощь получил и какую помощь еще ему нужно дать. У нас в организации есть приоритетные направления. Одним из направлений является реагирование на чрезвычайные ситуации. Это по всей России и в том числе по Краснодарскому краю». Отделением Красного креста на Кубани в нескольких районах создано 8 складов предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, за три года гуманитарную помощь в регионе получили около 100 тысяч беженцев из Украины. Жители Краснодарского края не будут платить курортный сбор. Соответствующий законопроект до декабря намерены принять кубанские парламентарии. Освободить местных жителей от налога за отдых в регионе предложил губернатор. Вениамин Кондратьев обсудил инициативу на встрече с председателем законодательного собрания Владимиром Бекетовым. Курортный сбор начнет действовать с мая следующего года. Мы должны будем до 1 декабря этого года продумать механизмы и варианты, каким образом будет он взыматься. Здесь мы будем вас просить, чтобы жители нашего края были освобождены от курортного сбора, потому что, естественно, жители нашего региона, и они должны иметь возможность просто отдыхать на Черноморском побережье. Мы с вами должны подготовить такой краевой закон, который бы обеспечил, в первую очередь, прозрачное расходование средств, которые будут поступать от курортного сбора нашими городами и курортами. Это очень важно и принципиально, в том числе и для всех отдыхающих. Курортный сбор должен быть действительно дифференцирован, потому что каждый город, скажем, по-своему будет смотреть, как использовать дополнительные средства, которые получены. Правильное предложение, что нужно будет освободить жителей Краснодарского края от уплаты курортного сбора. Также платить не будут студенты, несовершеннолетние и ряд социальных льготников. Регионы смогут сами утверждать размер курортного сбора. В первый год действия закона сумма не превысит 50 рублей в сутки с человека. При этом платеж может быть и вовсе обнулен, например, в межсезонье. 70% от полученных денег останутся в муниципальных бюджетах. Остальные направят в региональную казну. Напомню, в рамках эксперимента курортный сбор будет действовать в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, а также в Республике Крым. Из городов России в Сочи, а затем и в Абхазию по единому билету. Проект по перевозке пассажиров в пять городов соседней республики, объединившие сразу несколько видов транспорта, стартовал почти три месяца назад. За это время им воспользовались около 600 туристов. Какие возможности в путешествии предлагает единый билет, расскажет Татьяна Говоркова. Об этой услуге в Сочи пока знают немногие, хотя по всему Адлерскому жидовокзалу можно увидеть такие наклейки и стенды. Проект «Единый билет» известен в Крыму, Анапе и Краснодаре. Между городами он функционирует с 2014 года. Опробовав однажды привилегии единого билета при поездке в Ялту, Екатерина Миронова решила по такой же системе отправиться в путешествие с супругом в Пицунду. Приехали мы из города Орел, а выбрали именно этот билет, потому что экономно, по сумме выходит намного дешевле, чем приехали на вокзал искать маршрут. И по безопасности, да, то, что никто не обманет, сразу пришли, сели и поехали. Именно в целях комфортного путешествия и развития транспортного сообщения между Россией и Абхазией 29 апреля было подписано соглашение между руководителем транспортного госуправления республики и автономной некоммерческой организацией «Единая транспортная дирекция». В этом договоре предусмотрена организация перевозок пассажиров в пять городов Абхазии – Гагры, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Это удобно для пассажиров, когда в одной транзакции, в одной покупке можно приобрести сразу два билета – на поезд и на автобус. В нашем случае еще и на самолет и на автобус. То есть любой, кто планирует свой отдых в Абхазии, может купить на сайте РЖД единый билет. В летнем расписании автоэкспресса – девять отправлений, в том числе и в ночное время. График состыкован с приходом поездов и прилетом самолетов. Проект работает до 30 сентября. После будет принято решение о целесообразности возобновления работы единого билета на зимние каникулы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». 15-километровая пробка на въезде в Сочи стала сегодня главной темой обсуждения на еженедельном планерном совещании главы города. На данный момент на Мамайском перевале введен режим реверсного движения. А вот в Вардане сложная транспортная ситуация должна быть под контролем сотрудников ДПС. Но вот регулировщиков там не наблюдается. Жалобы уже поступают на горячую линию мэра курорта. Начали планерку все же с хорошей новости. Оказалось, в Сочи лучше всего в стране умеют управлять общественными финансами. Олимпийская столица получила диплом первой степени на всероссийском конкурсе. Учитывалось 69 показателей, среди которых эффективность бюджетного планирования, а также открытость и прозрачность работы местных финансовых органов. Плохой же новостью стало известие о заторах. 15-километровая вереница из автомобилей в эти дни скапливается на подступах к Сочи. От Вардане до центра курорта гости добираются без малого пять часов. И дело тут не только в разгаре сезона и большом количестве машин, подчеркивает Анатолий Пахомов. Судя по жалобам горожан, которые поступают на горячую линию главы Сочи, такая сложная дорожная обстановка сложилась из-за недобросовестной работы инспекторов ГИБДД. А экипажи ДПС и вовсе срывают график дежурств, установленный для реверсивного движения. На Мамайском перевале реверс с 8 до 11 утра. Прокомментировал сложившуюся на Мамайском перевале дорожную ситуацию и директор городского департамента транспорта. Юрий Усачев отметил, что на данный момент идут проектно-изыскательные работы по расширению этого участка дороги до четырех полос. Строительные работы начнутся в следующем году. В ближайшем месяце или полтора, опять же, собственникам дороги у продорча на море, будут проведены работы по возможности. Они немного расширят данный участок и организуют временную схему движения четырехполосного. Да, полосы будут чуть уже, это будет желтая разметка, так как это временная схема, но опять же, это сильно облегчит ситуацию. А до этого момента, безусловно, это активная работа сотрудников ДПС по организации реверсного движения. Учитывая это, власти города настойчиво просят сотрудников ДПС, службу ДПС города, УВД города Сочи, все-таки более эффективно проводить данную работу. В целом, в период эффективного сезона, когда в городе 90-процентная заполняемость, ситуация под контролем, отмечает Пахомов. С увеличением нагрузки, в том числе на коммунальщиков, муниципалитет справляется. Мусор вывозят вовремя. Уборка города ежедневно стартует в 6 утра. САГ переведен на четырехсменный режим работы. Озвучил мэры вопросы, на которые чиновникам необходимо обратить особое внимание. Это архитектурный облик курорта, санитарное состояние вокзалов и железнодорожных станций. Это то, что первым бросается в глаза туристам из окна поезда. Большое внимание участники совещания уделили борьбе с распространением комаров. Обработка городской территории, а также подвалов, многоквартирных домов, судя по докладам управляющих компаний, ведется в плановом порядке. Но вот горожане считают иначе. Анатолий Пахомов потребовал провести повторную санитарную обработку от насекомых. Нарушители оштрафует Росприроднадзор. Рекреационным же объектам, особенно там, где есть водоемы, борьбу с комарами и вовсе необходимо вести по всем фронтам. Тут в помощи эвкалипты и золотая рыбка Сочи – гамбузия. Комаров быть не должно. Понятно это? Мы стараемся делать все, чтобы учесть даже мелочи, чтобы те люди, которые к нам приехали в город, чтобы они на следующий год приехали. В ваших интересах эту гамбузию брать. Берите сколько вам нужно, чтобы просто не было комара. Доктор Соколов в принципе малярийного комара в Сочи вывел. Вы бесплатно не можете взять. Это же надо такая безответственность. Выполнение поручения руководства Сочи проверят в том числе и энтомологи. Отчет мониторинга глава курорта ждет через две недели. Галина Моисеева, Ингагабеши, Демид Даниловский, телекомпания, ФКТ. Сочи стал первым городом Краснодарского края, в котором был проведен марафон детской дорожной безопасности. Цель в очередной раз напомнить о необходимости соблюдения правил, в том числе по использованию удерживающих устройств при перевозке детей и переходе проезжей части. И главное, не оставаться безучастными наблюдателями, когда нарушаются правила дорожного движения. Дети отвечали на вопросы полицейских о правилах, которые успели выучить. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, напомнили ребятам о законах перехода проезжей части, о разрешающих и запрещающих сигналах светофора. Вместе с артистами кукольного театра малыши закрепили полученные знания. В течение всего дня инспекторы дорожно-патрульной службы проверяли, как взрослые перевозят детей. Напоминали водителям, что использовать детское кресло необходимо в первую очередь для обеспечения безопасности маленьких пассажиров. Акцент был сделан и на машины такси, где часто перевозят детей, при этом детские кресла в автомобиле отсутствуют. Отметили и необходимость использования светоотражающих элементов на одежде детей, когда ребенок передвигается в темное время суток. Для привлечения внимания к этой теме сотрудники госавтоинспекции провели флешмоб перед домом культуры Луч. Ребята из танцевальной школы, надев светоотражатели, наглядно продемонстрировали, что даже в условиях недостаточной освещенности они не остались незаметными. Следователи России отмечают профессиональный праздник в 2013 году. 25 июля был утвержден как День работников следственных органов. Сегодня Российский следственный комитет функционирует на основе принципов, установленных еще Петром Первым, и напрямую подчиняется главе государства. Какие дела сегодня приходится распутывать, следователям расскажет Рината Шипулина. История комитета длинная и называли людей сыска в разные эпохи по-разному, но во все времена были убийства, насилие, коррупция в рядах чиновников. Именно такими делами, относящимися к категории тяжких и особо тяжких преступлений, занимаются по сей день сотрудники Следственного комитета. Одно из последних резонансных дел, раскрытое следователями Адлерского района, не укладывается ни в какие этические рамки. На протяжении почти четырех лет отец насиловал родную дочь. То, что со стороны отца происходят насильственные действия, девочка скрывала. Уже в возрасте 16 лет после жестокого изнасилования она написала заявление в полицию. У нас в кровати были всегда миссии соединены, и в итоге приходилось спать с ним. Хотя мы постоянно, когда мы переезжали, я не хотела. Это было практически каждый вечер. Подробности этого дела рассказывает руководитель Следственного отдела по Адлерскому району Евгений Клепиков. Выяснились уже в ходе проводимой работы. И шокировали они, признается следователь, с более чем 15-летним стажем. Даже бывалых сотрудников. Когда я общался на первоначальном этапе с этим обвиняемым, говорю, ну как можно, ну это же вот родной твой ребенок. У него было очень просто и как-то до банальности простая фраза. Говорит, лучше я буду, чем кто-то другой. Типа я своего ребенка никому не отдам. Ну то есть реально понятно, что мы понимаем, что у человека с психикой было что-то не то. Ну проведены все экспертизы, подтвердило, что человек уменяемый. Ему назначено наказание, он понес его, я считаю, достаточно строго. 14 лет строгого режима получил преступник. За этим приговором стоит именно работа следствия. Она непроста и немаловажную роль здесь играет человеческий фактор. Приходится видеть немало людского горя, причем с разных сторон. Своя специфика работы и на курорте необходимо заниматься не только теми, кто живет, но и с приезжающими на отдых, а принимает город гостей круглый год. Проведение массовых мероприятий – отдельная статья. Здесь важно обеспечение безопасности. К слову, последней масштабной тренировкой перед чемпионатом мира по футболу, причем для всех правоохранителей, стал Кубок конфедераций. Для улучшения качества нашей работы создали специально несколько мобильных групп, которые были задействованы и находились в местах массового скопления людей, возле стадионов, где проживают болельщики, команды, чтобы иметь возможность оперативно и незамедлительно реагировать на происшествия. Но, к счастью, таких происшествий у нас не было. Достойно решать поставленные задачи, строго следуя принципу законности и неотвратимости наказания. Таков принцип работы сотрудников следствия Сочи. К слову, всего в подразделениях курорта работает 40 человек, из них лишь 17 следователей. В свой профессиональный праздник все сотрудники органов следствия получают поздравления от руководства, коллег и администрации города. Мне по поручению Анатолия Николаевича очень приятно сегодня вас поздравить с этим знаменательным событием. Сотрудники следственного комитета в вопросах обеспечения безопасности занимают важное место. И мы, как муниципальные власти города, это отмечаем с большим уважением о том, что каждый из вас, выполняя свою важную миссию, прилагает все усилия для того, чтобы город чувствовал себя спокойно. По оценке международного агентства Reuters, в Сочи действительно можно себя чувствовать спокойно. Специалисты задали россиянам вопрос, безопасен ли ваш город для жизни. По итогам Сочи на втором месте после Грозного. Значительные результаты борьбы с преступностью достигнуты благодаря профессиональному труду следователей во имя справедливости, с уважением к закону и своей профессии. Рината Шипулина, Демид Даниловский, Алексей Давыдов и Михаил Дубинин. Телекомпания ФКТ. В Сочи активно продолжается работа по канализованию объектов. На улице Пластунской в этом году построят коллектор. Таким образом, власти города решат вопрос с подключением к сетям еще более 80 домов. Почему участок трубы в центральном районе оказался непростой задачей, узнаем из следующего сюжета. Участок улицы Пластунская, о которой идет речь, хорошо знаком всем автолюбителям. Это отрезок в районе ГАИ. Вдоль дороги более 80 домов. И стойкий запах стучных вод сами в воду тут же в трубах и ливневках. Мы сами хотим. Уже запах. Невозможно стоять около вороты. Дети наши не могут играть. У меня правнучки 3 года, младше 1,5. Когда выходим, вот так держим, чтобы хоть дети 5 минут поиграли. Из 80 домов 60 выгребные ямы. Но у некоторых стоят лоссы. И хотя хозяева имеют договоры со санизаторами, видимо, периодически случаются сбросы стоков, что называется, за рельеф. За такое нарушение дома по закону обязаны отрезать от воды. Но тут вопрос осложняется тем, что старая система водовода не позволяет отключить одного и оставить воду другим. Групповые абоненты, которые запитаны друг от друга. И, соответственно, исключается возможность прекращения водоснабжения данных объектов, что усложняет саму по себе ситуацию. И сегодня мы можем сказать, что только лишь подключение к централизованной системе канализования позволит нам устранить все те проблемы, которые имеются на данном участке. По поручению первого заместителя главы Сочи Могдина Чермито уже разработан проект строительства четырех участков самотечного канализационного коллектора по улице Пластунская и переулку Вертолетному. Протянуть линию длиной почти километра по просьбе властей взялся инвестор. Жителям надо только подвести трубы от коллектора к своим домам. Можно заказать эти работы специалистам, а можно и сделать это самому. Рассматриваются два варианта. Первый – это сейчас рассчитывается стоимость подключения усредненного жилого дома к строящейся уличной системе. И второе – что люди обращаются в водоканал, получают ТУ, разрабатывают и утверждают рабочую документацию. На основании рабочей документации они выполняют строительно-монтажные работы, потом приходят и сдают водоканал, выполненные работы. После этой процедуры все получают договор на водоотведение. В среднем, как заявили специалисты, подключение к централизованной канализации обойдется в 60 тысяч рублей на дом. При этом строительство самого коллектора обходится в 9 миллионов рублей. Поэтому жителям выгодно решить свои вопросы за счет этого инвестпроекта. Ведь только штрафы за нарушение природоохранного законодательства, а в некоторых случаях и уголовная ответственность обойдется гораздо дороже. Начало строительства коллектора запланировано на середину августа. Завершить работы планируется в течение двух с половиной месяцев. Гелена Овсец на телекомпании ФКТ. Программа так называемых «малых дел» работает в городе. Это поручения, наказы, обращения горожан, которые поступают в управление районных администраций, а также в мэрию. Их выполнение сегодня на контроле первого заместителя главы Сочи Мугдина Чермита. Больше 200 обращений в работе у каждого из районов Сочи. Это вопросы, касающиеся повседневной жизни горожан. Где-то нужно обустроить детскую площадку, отремонтировать дорожное покрытие, установить урны или убрать брошенный транспорт. Отчет о выполнении наказов сочинцев. Причем в определенные сроки сегодня требовал первый заместитель главы города. Антилидером по числу невыполненных поручений оказался Адлерский район курорта. Из 165 обращений выполнено только 13. Остальные пока в работе. Если эта программа так будет выполняться, но я очень извиняюсь, мы сегодня должны выйти к избирателям через 2-3 недели уже и говорить, вы знаете, мы потом будем, мы потом сделаем, мы потом расскажем. Вместо того, чтобы вы говорили вот об этом, об этом, об этом, и извините, у нас большинство из того, что вы говорили, сделано. Такая практика не присуща администрации города Сочи. Просрочек по выполнению обращений горожан быть не должно, подчеркивает Мухдин Чермит. И если при решении какого-либо вопроса ресурсов районной администрации будет недостаточно, город всегда готов оказать помощь. К другим новостям. На чемпионате мира по футболу в следующем году будут раздавать бесплатные билеты. Об этом рассказал глава Оркомитета Россия 2018 Алексей Сорокин. Бесплатные билеты могут получить наименее социально защищенные слои населения, инвалиды и многодетные семьи. Сорокин отметил, цитирую, нам кажется правильным, что социально незащищенные слои населения получают возможность вживую посмотреть на звезд мирового футбола. Мы будем обсуждать этот вопрос с FIFA. Он полностью их прерогатива. Конец цитаты. Похожая система уже применялась в этом году на матчах Кубка Конфедерации. Бесплатные билеты могли получить наименее социально защищенные слои населения, инвалиды и многодетные семьи. Число льготных квитков составит 12% от общего количества. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 11 городов нашей страны. Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. Сочи уже готов принять чемпионат мира по боксу. Об этом сегодня заявил глава курорта Анатолий Пахомов. Мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что Арина Айсберг, на которой в 2019 году пройдет чемпионат мира по боксу, соответствует всем требованиям. Да и сам город получил уже достаточный опыт проведения крупных международных мероприятий. Наша инфраструктура города и сегодня готова к проведению такого события. Наша городская среда тоже готова. Наши жители, волонтеры тоже готовы. Потому как мы проводим здесь, в городе, более масштабные мероприятия. Но, тем не менее, любое событийное мероприятие – это плюс нашу копилку, потому что это и реклама городу, это и экономика городу, но и это продвижение города. Также глава Сочи выразил надежду, что в сборную России к 2019 году войдут сочинцы. Алхимия снежности. В Сочи печальный клоун Слава Полунин и его соавтор Наталья Табачникова представили свою книгу. Произведение рассказывает об истории создания снежного шоу и о законах, по которым живет спектакль, ставший театральной классикой. Книга раскрывает тайны полунинского волшебства. В ней все о людях, которые служат в театре «Желтая мельница» под Парижем. О спектаклях и о многочисленных представлениях. А сегодня необычное шоу, как бы само собой, произошло в Сочинском торговом центре. Взрослые могли приобрести книгу с автографом всем известного осисяя, а детвора веселилась в компании с клоунами. Столько интересного в жизни произошло, и как хочется этим поделиться, потому что мало кто видел, участвовал. Потому что мы делаем спектакли, а посещают все на все несколько миллионов человек. А земля огромная. И поэтому самое главное, конечно, это ухитриться, одновременно жить и в то же время писать о том, что было. Во всем мире Слава Полунин известен как клоун, создатель легендарного театра «Лицидеи» и удивительного снежного шоу. А теперь еще и автора книги, которая написана в соавторстве с театральным критиком, продюсером его, проектов Натальей Табачниковой. К слову, свое снежное шоу Полунин не раз привозил в Сочи и всегда с неизменным успехом. И в завершении информации от наших партнеров. Производитель имплантатов из Израиля впервые в Сочи проводит акцию во всех филиалах стоматологической клиники «Валя Денталь». Практической имплантации и протезировании за один день во время акции до 31 июля цены снижены на 30%. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.